МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днём ангела, дорогие именинники! Многие имена возникли как внешние характеристики человека. Толстый, тонкий, высокий, рыжий, светлый. Всё это на разных языках является именами. Так, к примеру, Руфин, рыжий, Павел, маленький. Сегодня мы будем говорить о имени, которое также характеризует человека с внешне видимой стороны. Это имя Лонген, означающее длинный. Рост человека менялся в разные эпохи. И тот, кто был высок в Средневековье или ещё раньше, сегодня был бы, может быть, наверное, простым человеком, а то ещё и не очень высоким. Но рост ростом, а имена именами. Лонген, о котором сегодня идёт речь, был сотником, то есть, по-нашему, командиром роты. Командиром подразделения римской армии. И он нёс службу под крестом Господа Иисуса Христа и был очевидцем его страданий. В то время, как злоба вокруг Голгофы огустела до чудовищной плотности, и люди, обезумевшие, кричали «Сойди с креста, ему уверуем в тебя», смеялись над Христом распятым, в это время сердца некоторых язычников раскрывались к вере. Лонген удивлялся происходящему и смотрел на совершаемое, как на чудо. Он уверовал. Есть предание о том, что кровь из пробитого ребра Иисусова попала ему, капелька крови попала ему в глаз, и он, будучи больным глазами, исцелился от этого. Так это или нет, достоверно Евангелие не говорит, но есть такое предание, и Лонгену молятся об исцелении глазных болезней. После распятия Спасителя, после положения его гроб, после воскресения Христова, Лонген нес стражу, собственно, возле гроба Христа, и иудеи после воскресения подкупили воинов, чтобы те сказали, что Христа украли ученики. Говорится в Евангелии, что эта ложь промчалась между иудеями даже до сего дня. Так вот, Лонген и еще два его сподвижника, соратника, они не поддались на эти уговоры, не взяли денег, не прельстились ими, а стали проповедовать, что Христос есть Сын Божий, и что Он воскрес во истину. Действительно. Лонген ушел в Каппадокию, где жил с своими друзьями, и там проповедовал. Каппадокия приняла Слово Божие из его уст, и многие-многие присоединяли к Церкви Христовой. После того, как это узнали, иудеи упросили Пилата послать воинский отряд в Каппадокию, чтобы там найти Лонгена и закрыть ему рот, собственно, прекратить эту проповедь. Лонгена нашли и убили. Его голову отсекли и принесли Пилату. Пилат повелел бросить его в непотребное место. Дальше предание говорит о том, что эту голову погребла некая женщина, болящая глазами, она, прикоснувшись к ней, получила исцеление глазных болезней. Это второй случай, говорящий о том, что Лонген как раз исцеляет нас вот в этих недугах. Евангелие — это вера, которая утверждается не на философии, не на теориях, а на словах тех, кто видел Христа, кто осязал его руками, кто жил возле него. И в этом смысле вера христианская есть очевидная вера. Это истина, видимая глазами. Лонген — один из тех, кто видел Господа и кто проповедовал о нем. Кроме носящих это имя, мы рады поздравить с Днем Ангела, Георгия, Евгения и Александра. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах.